Всем привет, друзья! В этом видео я хотел бы поговорить, как можно сделать простейшее устройство при помощи сгоревшего предохранителя и обычной автомобильной лампочки. Бывает, что где-то в проводке или электрооборудовании происходит короткое замыкание, предохранители сгорают, и часто не сразу удается обнаружить место, где происходит замыкание. То есть найти причину. Вот как раз для обнаружения таких коротких замыканий и пригодится вот это устройство. Так, что для этого понадобится? Для этого понадобится автомобильная лампочка, провода, можно два отдельно, и старый сгоревший предохранитель, который уже не нужен. Но если такого нет, можно взять любой, расковырять пластмассу до металла, и вот к этим контактам припаять провода. Ну вот, друзья, припаял. Получилось вот такое вот устройство. У кого есть патрон для лампочки, еще лучше, можно сделать через патрон. Как это работает? Если в каком-то месте сгорает предохранитель, вставляете это устройство. Когда произойдет замыкание, ничего не сгорит, а просто загорится лампочка. Когда вы найдете место замыкания и устраните его, лампочка перестанет гореть. Как известно, на все электрооборудование подается плюс, а минус берется с массы. Если где-то произошло короткое замыкание проводки, и у вас сгорает предохранитель, можно вместо предохранителя вставить вот эту лампочку. Давайте сейчас сделаем небольшую имитацию. Вот, подключаем плюс, который идет к потребителю. Вот. Если этот плюс замыкает где-то на массу, то загорается лампочка. В этом случае предохранитель не будет перегорать, будет просто гореть лампочка. Не будет проводка плавиться, не будет ничего нагреваться. Вот в таком положении можно найти неисправность. После того, как вы найдете короткое замыкание, устраните, лампочка погаснет, или будет гореть тускло, если подключен еще какой-то потребитель. Также через лампочку можно включить любой электроприбор 12-ти вольтовый для проверки, если вы боитесь, что у вас произойдет короткое замыкание. Где мощные потребители, желательно и лампочку ставить помощнее. К примеру, если нам надо проверить ближний свет, ставим за место предохранителя ближнего света, который сгорает, лампочку. Если лампочка загорится ярко, значит есть короткое замыкание, которое замыкает где-то до фары. После того, как мы уберем короткое замыкание, включим ближний свет, то лампочка будет гореть где-то в пол накала, или тускло будет гореть. Потому что она будет гореть вместе с фарой. Это далеко не новость. Многие подключают лампочку в разрыв плюса, чтобы избежать короткого замыкания, а также для поиска короткого замыкания. Друзья, я не хочу сказать, что это правильный метод или неправильный. Просто такая методика существует, и многие ее используют. Пишите в комментариях, если вы использовали этот метод. Кто знает какие-то другие методы и способы, тоже пишите, будем вместе разбираться и вместе учиться. Вот такое простое устройство для поиска короткого замыкания. Это далеко уже не новость, но все же кому-нибудь может быть пригодится. Пишите свои комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok